Новая история с нападением собак и снова гомель. На этот раз люди пострадали в собственном доме. Реанимация закончилась для двух гомельчанок. Близкое знакомство с собакой породы американский страфарширский терьер. Бойцовский пес просто растерзал подруг, когда они сняли с него намордник. Сейчас им предстоит длительное лечение. Собаку забрали в питомник. Десять дней пса будут проверять на бешенство, после чего усыпят. Кто больше виноват в этой истории? Человек или животное? Пыталась понять Ольга Холодович. Даже за решеткой в спецпитомнике Амстаф по кличке Форс продолжает проявлять агрессию. Сюда его доставили работники службы отлова, которые вместе с милицией и МЧС приехали по вызову в одну из гомельских квартир. Кричали на помощь, звали. Девушка кричала с балкона, помогите. А та, которая внизу была, осталась там. Ну просто был такой вот истерический крик. Освободите меня. Собаку двум подругам оставил на время знакомый, который сам взял ее по объявлению в хорошие руки всего две недели назад. Перед тем, как лечь спать, девушки сняли с собаки намордник. По предварительной информации, девушки в квартире употребили спиртное. Молодой человек, который передал животное, предупреждал их о том, что собака не любит запах спиртного. Но тем не менее, девушки, употребив алкоголь, сняли с собаки намордник. И в один из моментов животное набросилось на них, начало кусать за руки и ноги. Когда прибыла помощь, одна из девушек находилась на балконе ее подруга в комнате. Обеих с рваными ранами доставили в больницу скорой помощи. Состояние на момент поступления оценивалось одной как средней степени тяжести, второе оценивалось как тяжелое. На данный момент состояние пострадавшей оценивается также, остается также тяжелым. Состояние второй пострадавшей от укуса собаки мы оцениваем как средней степени тяжести. По прогнозам медиков, Новый год теперь подруги встретят в больнице с такими травмами. Они проведут здесь минимум месяц. Что касается собаки, в течение 10 дней за ней будут наблюдать работники питомника, чтобы выявить признаки бешенства. В списке потенциально опасных пород собак во всем мире американский стафарширский терьер в первой пятерке. Это значит, что его владелец должен проходить специальные курсы, чтобы знать, как дрессировать и ухаживать за своим питомцем. Специалисты уверены, трагедии можно было бы избежать, если бы владельцы таких собак понимали всю ответственность. Сейчас этого пса, вне зависимости от того, болен ли он бешенством, усыпят. Хозяину грозит штраф до 5,5 миллионов рублей. Люди, когда приобретают животное, они не понимают. Он маленький, красивенький, колобок, лежит в корзиночке в большей части случаев. Ну, а проходит 6 месяцев, оно вырастает взрослое животное и начинает показывать свой характер. То есть, если не обучить животное, оно дальше будет свой характер проявлять. Это не первый случай нападения собак на людей за последнее время в Гомеле. Недалеко от города пенсионера атаковала стая бродячих собак. От полученных ран мужчина скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате обширной кровопотери. Ольга Холодович, Александр Мурашкин, агентствователи новостей, Гомель.